Ну что, путешественники, вы готовы потратить 80 дней на кругосветное путешествие? Или не можете выделить столько времени на отдых? Тогда как насчет 8 минут? Это будет необычный тур. Вы услышите странные и даже невероятные вещи о разных странах. И когда вы посетите их по-настоящему, то сможете похвастаться своими познаниями перед друзьями и даже притвориться местными жителями. Давайте начнем наше эпическое путешествие с Италии. Итальянские полицейские знают, как быть стильными даже на дежурстве. Не так давно парк полицейских автомобилей в Италии пополнился Ламборгини. Наверняка это помогает быстрее ловить преступников. А может, нарушители закона, за которыми они охотятся, настолько впечатлены гламурным видом автомобиля, что останавливаются сделать селфи? Тут-то полицейские их и хватают. Раз уж мы в Европе, можем заглянуть в Германию. На некоторых участках немецких автострад, называемых автобанами, ограничение скорости имеет форму предложения, и водители сами решают, следовать ему или нет. Это означает, что они могут ехать так быстро, как хотят, или так быстро, как позволяет их машина. Возможно, вы слышали, что в Словакии много замков. Но наверняка вы не знали об одной странной праздничной традиции. В ванной обычно держат живого карпа, прежде чем приготовить его к рождественскому ужину. Поскольку карпы кормятся на дне, люди держат их в чистой воде несколько дней, чтобы пищеварительный тракт рыб очистился. На это время приходится забыть о домашних СПА-процедурах. После того, как ужин подан, в кошелек прячут рыбью чешуйку, чтобы привлечь деньги в новом году. В Чехии и Польше есть похожие традиции. Давайте отправимся в Финляндию. Там нас ждет не один, а целых два интересных факта. С 1999 по 2010 год в Финляндии проводился Всемирный чемпионат по спортивной сауне, в котором побеждал тот, кто дольше всех просидит в сауне. Эти соревнования были настолько известны, что люди со всего мира приезжали в Финляндию, чтобы посоревноваться в экстремальном занятии. Кстати, именно финны изобрели сауны более 2000 лет назад. Они же превратили гигиеническую процедуру в спорт. Второй страны факта Финляндии, который я вам расскажу, тоже связан с соревнованием. В Финляндии проходит чемпионат по ношению жон, в котором мужчины участвуют в беге на определенную дистанцию, неся на руках своих спутниц жизни. У него даже есть категория в книге рекордов Гиннесса. Цель участников забега – пронести своих партнерш по специальной трассе с препятствием за самое короткое время. Первоначальная трасса состояла из неровных скалистых участков с заборами и ручьями, но с тех пор ее изменили в соответствии с современными условиями. Международный комитет по правилам чемпионата по ношению жон – это реальная организация, установил правило, согласно которым трасса должна иметь два сухих препятствия и водное препятствие глубиной около метра. Чемпионаты мира по переноске жон проходят в Финляндии ежегодно с 1992 года, и победитель получает приз «Вес партнерши в напитках», а не в золоте. Соседняя Швеция не отстает в том, что касается странных фактов. В Швеции едят не только сырую, но и тухлую рыбу. Это настоящее блюдо под названием «сюрстреминг». Ладно, она не совсем сырая и тухлая. Она слабосоленая и ферментированная. Однако запах у нее специфический. Этот деликатес из сельди популярен в шведской кухне с 16 века. Процесс ферментации рыбы занимает не меньше шести месяцев и придают блюду кисловатый вкус и характерный сильный запах. Настолько сильное, что оно известно как одно из самых пахучих блюд в мире. Предлагаю заглянуть на родину Гарри Поттера, прежде чем мы покинем Европу. Я не буду говорить, что в Великобритании летают в школу на метлах, или что-то в этом роде. Хотя, наверное, всем нам хотелось бы, чтобы это было возможно. Но, думаю, реальный факт вас тоже впечатлит. В Великобритании проходят соревнования по скатыванию гигантского сырного колеса. Ага, вы не ослышались. Мероприятие под названием «Куперсхиллская сырная гонка» проходит каждый год недалеко от английского «Глостера». Головку сыра «Глостер» отправляют катиться вниз по холму высотой 180 метров, а участники мчатся за ним. Традиционно конкурс проводили для жителей местной деревни Брокворд, но теперь в нем принимают участие люди со всего мира. Можете поучаствовать в следующем году и выиграть ароматный приз. Это рыба? Нет, конечно же, это сыр. Теперь переместимся на восток и посетим Турцию. Если вы относите себя к гурманам, то следующий факт наверняка вас заинтересует. В Турции есть десерт, в состав которого входит куриное мясо. Это традиционный десерт, представляющий собой турецкую версию молочного пудинга с измельченной куриной грудкой. Раньше это был деликатес, который подавали османским султанам во дворце Тапкапы, но сейчас его можно найти почти в каждом ресторане, и это очень популярное угощение. Пора отправиться в Азию. Наш первый пункт назначения – Япония. Если вам когда-нибудь придется водить машину в Японию, вам стоит кое-что запомнить заранее. Светофоры там имеют синий сигнал вместо стандартного зеленого. Это связано не с цветовыми предпочтениями японцев, а с тем, что в японском языке зеленый и синий цвет обозначали одним и тем же словом, и по сей идее некоторые зеленые вещи называют синими. Международная конвенция цвета к светофору предписывает использовать красный, желтый и зеленый цвета, но Япония ее не подписала и использовала для обозначения зеленого сигнала слово «синий». В 1973 году японские чиновники заявили, что светофоры должны быть самого синего оттенка зеленого, чтобы прекратить путницу. Перенесемся в Сингапур. Когда будете гулять по улицам Сингапура, не удивляйтесь, увидев бамбуковые шесты, торчащие из окон квартир. Бамбук – широко распространенный там материал, и соотношение массы и прочности у него лучше, чем у стали. Именно поэтому люди используют бамбук для сушки белья и говорят, что это помогает одежде быстрее сохнуть. И еще кое-что. Вы знаете, что в Сингапуре продажа жевательной резинки запрещена с 1992 года? Не поймите меня неправильно. Жевательная резинка не запрещена. Запрещен только ее импорт и продажа. Вот почему вы редко встретите на улице жевательную резинку. Однако есть исключения. Разрешено продавать лечебные и стоматологические резинки, которые можно купить только у врача или фармацевта. Когда вы думаете о веселых развлечениях, ничто не сравнится дружеской водной битвой, верно? Так вот, каждый апрель во время Санкрана, тайского Нового года в Таиланде, проводится водный фестиваль. Главные улицы перекрывают для транспорта и используют как арены для водных битв. Люди всех возрастов участвуют в этой традиции и считают ее частью ритуального очищения в период празднования. Новая Зеландия. Настоящее Средиземье. Это не то, что получается, когда шимпанзе садится за клавиатуру. Это настоящее слово, которое я даже не буду пытаться произнести, и это название реального места в Новой Зеландии. В нем 83 символа, и это самое длинное географическое название в мире. Это слово произошло из языка Маори, и обычно его сокращают до Таумата, чтобы облегчить жизнь всем, особенно приезжим. А если вам интересно, что означает полная версия, то ее перевод звучит так. Вершина холма, где Таматея, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как поедатель земли, играл на своей флейте для своей возлюбленной. Понятно. Холм назвали в честь человека, который играл на флейте. Надеюсь, он делал это хорошо. Продолжение следует...